Коновалова Валентина Олеговича По сути дела Зимин своей командой не только проиграл Валентину, но и не выполнил свои обещания. Сниматься с выборов за час, когда истекали сроки, это надругательство над любыми выборами. И с этим не посчитались. Два других кандидата тоже вошли с дистанции, ушли, потому что не справились и у них нет реальной программы. У нас есть не просто программа, у нас есть 12 конкретных законов под эту программу, которые позволят насытить нормально бюджет ресурсами, которые позволят вашей трудолюбивой республике использовать свои огромные богатства в интересах каждого человека, каждого труженика, каждого рабочего крестьянина, каждого учителя, врача, каждого служащего. Будут работать на вас эти ресурсы. Это главный вопрос сегодня для всей страны. Почему элигархия и власть боятся прихода честных и достойных людей? Потому что они будут перед вами отчитываться. Говорят, молодость не справится. Справится. Молодость справилась в октябре 1917 года. Она справилась в мае 1945 года. Она подняла страну к высотам космоса и создала самую уважаемую и могучую державу с лучшей в мире социальной системой защиты, где каждый чувствовал себя достойным. Поэтому речь идет о приходе к власти команды, которые проповедуют идеалы справедливости и дружбы народа. Которые все делают для того, чтобы огромные ресурсы державы работали на каждого человека. Сейчас их захватили 15 кланов. Деньги эти засовывают в карманы, отправляют офшоры и дают возможность стране нормальной дышать. Полезли в карман к пенсионерам, к детям, к старикам, к ребятам, которые, собственно говоря, ни перед кем не виноваты. На мой взгляд, можно поправить. И нужно поправлять это бюллетенем. Посмотрите рядом Иркутская область. Программа на пять лет вперед. Лучшие показатели уже в Сибири. Посмотрите рядом Новосибирск. Впервые в стране город построил по квадратному метру на человека жилья. Это лучший показатель в Российской Федерации. Посмотрите на народные предприятия Грудинина, которое стало лучшим в Европе. Или Казанкова в Морел, которое стало лучшим на мировом рынке. Есть этот опыт, есть люди, есть возможность сложить усилия. Давайте вместе, дружно придем на выборы и активно поддержим. Не украдут в этот раз. Мы туда отправили на каждый участок по два наблюдателя. Приедут специалисты и депутаты, которые учтут каждый у вас голос и все сделают для того, чтобы сформировать сильную, грамотную команду. Все, кто умеет работать, кто любит республику, кто понимает, что такое народная власть, все должны сплотиться и активно идти и поддерживать Коновалова. Я верю в мудрость и справедливость вашего выбора. Но сейчас наступил тот момент, когда нельзя отсиживаться и нельзя отмалчиваться. Лучше исправить ситуацию бюллетенем. Те, кто вам обещает, что это будет в феврале, ничего не будет. Продолжается этот курс и эта политика. Ее можно изменить в каждом районе, в каждом регионе, в каждом народном предприятии. Если люди сплачиваются и трудятся во имя интересов, прежде всего, своих детей и стариков и женщин, кто любит свою страну, кто понимает, что такое народная власть, вот народная власть, она будет заботиться о каждом человеке. Я еще раз настойчиво приглашаю вас прийти и проголосовать за Коновалова Валентина Олеговича. Удачи всем нам!